Здравствуйте! Это передача «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копленд. Давайте помолимся и сразу же начнем наш библейский урок. Отец, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. И мы благословляем Тебя сегодня. Мы открываем наши сердца, мы открываем наш разум, чтобы принять откровение с небес. Слова, которые исцеляют. Слова, которые спасают. Слова, которые приносят проявления небес на эту землю. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за это. Во имя Иисуса. Аминь. Знаете что? Вот что я советую вам сделать. Зайдите на наш сайт в интернете kcm.org.ua и найдите там тезисы для нашей сегодняшней передачи. Потому что, уверяю вас, вы будете рады, что они у вас есть. Слава Богу. И поприветствуйте вместе со мной Ричарда Роберсона нашей передачи. Ричард, я уже давно ждал этого момента. Я тоже, Кеннет. Пусть Бог благословит. Пусть Бог благословит тебя сегодня. Итак, у нас на передаче победоносный голос верующего неделя исцеления. И я благословлен тем, что ты здесь на нашей передаче. Спасибо. Мы уже долго дружим. Более сорока лет. Долго, да. И мы часто бывали на твоих передачах. Это было чудесное время. Да. И я давно ждал тебя в гости на нашей передаче. Между прочим, вы с Глорией были первыми гостями на нашей слинзи-программе «Место чудес». Неужели? Первый же вечер. Знаешь, сегодня я вспоминал о наших с тобой встречах, но я забыл об этом открытии передачи. Это было в 97-м году. Я забыл об этом. Да, вы были первыми гостями. Вечер чудес. Вот это был вечер. Да, я помню. Хвала была такой сильной, что я едва мог усидеть на месте. Я хотел вскочить и побежать. Слава Богу. И после этого вечера мы получили 144 тысячи свидетельств об исцелении. Вот это да. Аллилуйя. Хвала Богу. Радость Господа сошла на меня, когда ты сказал об этом. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Вот что я могу сказать. И через несколько минут вы поймете, что я имею в виду. На этой земле нет другого человека, о котором я что-либо знаю, который буквально, я говорю, буквально был воспитан, не просто рядом с этим, так сказать, палаточным помазанием, о котором мы начинаем говорить сегодня, но который на самом деле вырастал в этом помазании. Ричард пребывал в этом всю свою жизнь. Он родился во время палаточного пробуждения, палаточного служения, которое происходило здесь, в Форт-Уорте, штат Техас. Сестра Эвелин Робертс должна была рожать. И Орл Робертс сказал, нет, я не могу прервать эти собрания. Она сказала, Орл, ты не можешь пропустить рождение ребенка. Ричард вот-вот появится на свет. Кажется, тогда она еще не дала ему имя Ричард, но он ответил, Эвелин, тебе придется немного подождать. Они отложили мое рождение на три дня. Да, и, конечно же, Господь ответил на молитву, и он не родился, пока брат Робертс не вернулся домой. Мой отец любил рассказывать эту историю. Да. Он отложил это на три дня. Кажется, тебе это не повредило. Нет, меня это совсем не потревожило. Сейчас я хотел бы обратиться к книге Деяний, потому что это важно. В связи с тем, о чем мы говорим здесь. Книга Деяний, 4 глава. Давайте прочитаем 23 стих. Их поставили перед Синедрионом из-за того большого чуда, которое они совершили. Человек возле красных ворот начал ходить. Вот этот человек восклицает, прославляет в храме Бога. И весь город шумит по этому поводу. Все сбудоражены. А религиозные власти вообще расстроились. Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавшие, единодушно возвысили голос к Богу. Это не была спонтанная молитва. Да. Они составили ее вместе. Они обратились к Слову Божьему и вместе составили эту молитву и принесли ее к Богу точно так же, как и Асофат, когда армии выступали против него. Они начали прославлять Бога. Владыка Божий, сотворивший небо и земли и море, и все, что в них. Ты устами отца нашего, Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетно. Восстали цари земные и князи, собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе Сиом на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой, Ирод и Понтипила с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть приопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их. Да. И дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. Ты заметил, что они не рыдали и не жаловались? Никаких «О, Боже, о, Боже». Они хотят помазания. Нет, нет, нет. Они не говорили «Нас лишают освобождения от уплаты налогов». Нет, такого не было. Нет. Они принесли это помазание к Богу, и именно об этом все время проповедовал Иисус. Он был там. «Дух Господень на мне. Он помазал меня». Итак, они принесли это к Господу. «Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на саделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». А теперь прочитайте 33 стих. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Да. Конечно, если открыть пятую главу, вы увидите ответ на эту молитву. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. И выносили больных на улицы, и полагали на постелях и кроватях. Итак, то, о чем они молились, здесь произошло в пятой главе. Я прочитал это место, чтобы вам стало понятно, о чем мы говорим. Но я копну еще глубже. Брат Робертс, Орл Робертс, отец Ричарда и мой духовный отец, в одном из наших последних разговоров, который произошел задолго до того, как он ушел к Господу, в одном из разговоров брат Робертс сказал, «Палаточное помазание вернется в особых масштабах, в грандиозных масштабах. Ожидай этого». И мой зять, пастор Джордж Пирсенс, несколько лет тому назад проповедовал на воскресном служении, используя эти места Писания. И когда он читал их, это просто взорвалось внутри меня. Просто выстрелило во мне. Происходит обновление, помазание исцеления в твоем служении. Слава Богу. Я и сам считал, что занимаюсь служением исцеления с того времени, как я начал учиться в университете Орл Робертса и работать на твоего отца. Я уже рассказывал тебе. Доктор Ти Эл Лавери праздновал 70-летие своего служения. Несколько лет тому назад. И я присутствовал там. «Ричард, когда я вошел туда?» Там было проявление этого палаточного помазания. Если кто-то его переживал, тот сможет узнать его. И я полностью уверен в этом. Меня невозможно переубедить никакими доводами. Первым местом, которое Бог дал указание построить, чтобы там сошло его помазание, была скиния в пустыне. Слава Богу. Скиния. Палатка в пустыне для народа израильского, в котором обитало бы Божье присутствие. И когда я вошел в это помещение, конечно же, ты знаешь, доктор Лавери проповедовал в палатках приблизительно в то же время, когда твой отец проводил палаточные служения. И когда я вошел туда, я ощутил это помазание чуть ли не физически. Оно присутствовало там. И я подошел к доктору Лавери, и в эту минуту ко мне пришло слово от Господа. Он сказал, «Палаточное помазание вернулось в грандиозных масштабах, и оно здесь». Я подошел к нему Ричард и сказал ему об этом, и он расплакался. Он сказал, «Я знал это, я знал, я знал это, слава Богу». В тот вечер оно проявило себя в том помещении, где мы находились. И с того времени я вижу проявление этого палаточного помазания. Оно возрастает. Оно проявляется в нашей международной церкви Игл Маунтин. Оно высвободилось там в позапрошлом году. Оно проявляется на каждом служении в воскресенье и в среду вечером. И я скажу так. Я жажду услышать, как ты рассказываешь об этом, потому что ты был там, ты пребывал в этом, ты видел то, что происходило там, на этих палаточных собраниях, ты слышал то, что происходило, ты буквально наблюдал за тем, как твой отец, Орл Робертс, возрастал в этом помазании. Я вошел в это только в 1967 году, и мне кажется, я присутствовал на трех или последних четырех палаточных служениях. Я хочу, чтобы ты рассказал об этом, и мы потом посмотрим, что скажет на этот счет Господь. Да. Поделись, пожалуйста, тем, что у тебя на сердце. Что ж, Кеннет, я действительно вырослал в этом. Я не мог дождаться, когда отец закончит проповедовать и прозвучит призы к покаянию. И я увижу, как сотни, сотни людей выходят вперед и отдают свои сердца Христу. Я не мог дождаться этого, потому что я знал, что после этого он пойдет в маленькую палатку, которую он назвал палаткой для больных. Ты упоминал об этом минутку тому назад. Там находились люди, которые были слишком больны, чтобы выстаивать в очереди за молитвой. Он шел туда и возлагал на них руки, и он всегда брал меня с собой. Поэтому каждый раз, когда это получалось, моя мама освобождала меня от занятий, или же эти собрания и исцеления проходили летом. Я направлялся в эту палатку для больных и шел вместе с ним по проходу. И он очень часто разрешал мне стоять рядом с ним, пока он сам молился за людей в большой очереди. Я вырастал именно в такой атмосфере. И, кстати, прямо сейчас получает исцеление тот, кто потерял слух в левом ухе. Это помазание исцеления присутствует сейчас во имя Иисуса. Барабанная перепонка открывается, и вы убедитесь, что можете слышать, и вам обязательно нужно будет написать об этом миссу Кеннета Копланда. Но мой отец говорил, «И именно поэтому я считаю, что твой разговор о палаточном помазании очень важен для этого времени». Он сказал, «Ричард, несмотря на большое количество чудесных врачей, медсестер, медицинских клиник, превосходных больниц и лекарств, люди сейчас болеют больше, чем когда-либо. Если когда-либо и существовало время для исцеления и палаточного помазания, о котором ты говоришь, то это сейчас. Мы должны иметь его». Эти люди перепробовали всё, и ничего не помогло. Они выходили вперёд, но это не помогло. Им нужно стать здоровыми. Это палаточное помазание. Оно окружает вас, и оно наполняет вас. И дело не только в вас, но оно приходит внутрь вас. Оно возвышает вас, чтобы вы стали тем, кем вы не можете быть без него. И это позволяет помазанию приходить через вас, когда вы говорите и когда вы действуете. И вы заметили, помазание присутствовало в тех собраниях, о которых ты читал, и в деянии. И после него были действия. Были соответствующие действия. Место, на котором они стояли, поколебалось, и они смогли выйти на улицы и поколебать всё. Бог сильно действовал через них Духом Святым. Они молились на языках. Дух Святой сошёл на них, и они разошлись и действовали согласно тому, что видели. Мой отец всегда говорил, что у книги деяний нет логического завершения, потому что она не закончилась. Она ещё не закончилась. И это палаточное помазание так же сильно сегодня, как и тогда. И всё то, что я узнал, то, из чего я черпаю, то, что я наблюдаю, то, что перешло на меня, когда я в конце концов отдал своё сердце Господу, это произошло после того, как я убегал от Бога какое-то время. Я помню, как ты пришёл в офис моего отца и сказал, «Не беспокойся о Ричарде. Он убегает не от тебя, он убегает от Бога, и он вернётся домой». И когда я пришёл домой, это помазание вернулось на меня. Тоже помазание, которое я чувствовал, ещё когда был ребёнком. И оно пребывает на мне сейчас. И я благодарю за это Бога. Да, я чувствую его повсюду. И вы будете чувствовать его. Вы тоже будете чувствовать его. Слава Богу. Лёгкие. Очень серьёзное заболевание лёгких. Возможно, рак лёгких или эмфизема. Заболевание, о котором вам сказали, что это неизлечимо и невозможно выздороветь. Дух исцеленен, Дух Божий даёт вам сейчас новые лёгкие, поэтому берите их, протянитесь и возьмите их. Это моё. Я беру это сейчас. Слава Богу. Я беру это сейчас. Библия говорит, употребляющие усилия восхищают его. Речь не идёт об усилиях в мире. Речь идёт о вашей вере. Да. Когда вы говорите, это моё, я востребую это. Он пошёл на крест ради моего исцеления. Я беру это. Это моё. Я притягиваю его. Я принимаю его во имя Иисуса. О да. И на этой неделе. И много людей исцеляются сегодня. Да. Происходит что-то большое. И исцеление здесь, в особой масштабе. Да. В это время мы видим различные ситуации, обстоятельства, где люди прилагают все свои усилия, чтобы помочь дьяволу исполнить свою работу. Они тратят всё, что у них есть, и делают всё, что могут, чтобы помочь дьяволу исполнить свою работу. И они соединились. Они идут рука об руке. Они из кожи вон лезут. Именно поэтому их называют экстремистами. Что ж, нас почему-то так называли с самого начала служения. И твой отец придерживался крайних взглядов. Почему? Потому что мы тратим всё, что имеем, всё, что мы можем сделать в нашей жизни, чтобы помочь словам Иисуса исполниться так, как он их произнёс. И это делает нас приверженцами Божьих крайностей. Что ж, Иисус — это исключительный, крайний целитель. Слава Богу. И мы живём в такое время. Ты сказал об этом минуту назад. Мы должны иметь это помазать. Мы должны сделать это. Пришло время для этого. И где умножился грех, там стала изобиловать благодать. Мы увидим, как ноги вырастают там, где совершенно не было ног. Мы увидим людей, которые были коллегами, которым ампутировали конечности. Мы увидим новые ноги, новые руки. Мы увидим новые ладони. Мы увидим чудеса, которых никто не сможет подвергнуть сомнению. И всё это будет указывать на Иисуса. Всегда. И мы уже достигли этого времени. Ричард, расскажи нам о том, что происходит сейчас. Ты проводишь собрание исцеления по всему миру. И я знаю, что ты был свидетелем потрясающего чуда. Передайте мне, пожалуйста, книгу Ричарда. Мне нужно показать это. Спасибо, Тим. Когда я увидел эту фотографию, я возрадовался в своём сердце. Я думаю, это одно из самых благословенных событий. Ты рассказывал мне, что эта девочка была глухой. Да, это произошло в Неомей, столице Нигера, самой жаркой стране в мире, а также по всем стандартам второй самой бедной стране в мире. На стадион Либерти в этот вечер пришло 60 тысяч человек. Эта девочка была глухой, и Бог исцелил её, когда я помолился за неё. Она вышла на сцену, и переводчик рассказал её свидетельство. Там была её семья. Бог исцелил её, и она просто запрыгнула ко мне на руки и обняла меня. И вы можете увидеть выражение моего лица. Там был фотограф, и он сделал этот снимок. Линдзи сказала мне, вот обложка для твоей книги. Да. Она сказала, эта фотография — весь ты. Она выражает все твои чувства по поводу служения и исцеления. Здесь не видно лица девочки, она уткнулась меня в шею. Но вы можете почувствовать, что чувствовала она, и вы можете видеть, что чувствовал я. Да. Да. Что ж, приступай и расскажи нам, что ты видел на собраниях своего отца, Орла Робертса. Различные чудеса, исцеление и прочее. Расскажи нам об этом. Ты упомянул. Я также хотел бы рассмотреть то, что происходит сегодня. Минуту тому ты упомянул необычные чудеса. Чудеса, которые никто не мог себе представить. Было такое время, когда вера моего отца не была такой сильной, какой она была в конце. Я помню, на служении во Флориде одна женщина привела своего маленького сына, который родился без вертлужной впадины. И когда она передала карточку брату Бобу Дэйвизу, ты помнишь брата Дэйвиза, помощника моего отца? Да. Брат Дэйвиз передал её моему отцу. Он прочитал и увидел, что мальчик родился без вертлужной впадины. Его нога была полностью плоская, он был на костылях и не мог ходить. Бедро было полностью вогнутым. И отец обратился к матери и сказал, «Мэм, мне очень жаль. У меня нет веры в созидательное чудо. Этому исцелению придётся подождать до воскресенья». Женщина взяла микрофон из руки моего отца и сказала, «Орл Робертс, я совершенно не прошу вас иметь веру. Вы помолитесь, а я буду верить. Он возложил руки на этого мальчика, и они ушли в таком же виде, в каком он пришёл. Но на следующий вечер, когда мы собрались в палатке, она и брат Дэйвиз вывели его на сцену. Он бегал и прыгал без всяких костылей. Его бедро было наполнено. Я помню, я был там вместе с ним. За эту ночь Бог создал вертлужную впадину. И для Бога нет ничего слишком сложного. Нет ничего, через что вы проходите сейчас, что Бог не мог бы исцелить. Это может казаться невозможным с естественной точки зрения. Но нет ничего невозможного для могущественного имени Иисуса. И мы должны соединить нашу веру вместе. Ты говорил об экстремистах по ту сторону. Мы должны встать рука об руку, соединить нашу веру, потому что один может прогнать тысячу, а двое могут прогнать десять тысяч. И наша с Кеннетом совместная молитва сегодня может принести чудо в вашу жизнь. Слава Богу, без всякого сомнения. Это чудо относится к категории исцеления коллег. Да. И мой отец сказал мне, когда я уже вырос, «Ричард, это изменило все мое мышление. Я думал, что есть какие-то ограничения в том, что Бог может сделать на этой земле. Но оказалось, что Он может сделать все. Если Он может исцелить и сотворить вертлужную впадину, тогда Он может исцелить и сотворить все то, что Он захочет». Если мы будем верить и доверять Ему, и мы увидим такие чудеса, потому что палаточное помазание присутствует здесь сейчас. Аллилуйя. Давайте решим это раз и навсегда при помощи пятой главы Евангелия от Луки. Мы закончим этим местом Писания. Это решит все вопросы. Все вопросы уйдут, когда мы рассмотрим это место Писания. Когда? Минуточку. Это 12 стих. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе. И вы помните, что Лука — это врач. В других Евангелиях просто сказано, что пришел прокаженный. Но Лука подчеркнул это, чтобы мы знали, что болезнь достигла окончательной степени. Он был на последней стадии. Последняя стадия заболевания. И увидев Иисуса полниц, умоляя Его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь Меня очистить». Видите, у Него не было никакого сомнения во власти Иисуса, в силе Иисуса. Но Он не был уверен, была ли на это Его воля. Хочет ли Иисус это сделать? Смотрите, вот что важно. Смотрите. Он простер руку, прикоснулся к Нему. Это была божественная секунда перед тем, как Он сказал и прикоснулся к Нему. Никто не прикасался к этому прокаженному человеку уже очень и очень давно. Люди боялись прикасаться к Нему. Они боялись, что зарезается проказой. Ничего общего. А Иисус смело коснулся Его. Мне это так нравится. И тогда Иисус сказал, «Хочу очистить». В одном из переводов сказано, что Иисус сказал, «Конечно же хочу». У меня сразу же возникает мысль, что Он точно так же мог сказать, что же именно поэтому Я здесь. Он исцеляющий Иисус. Это Моя воля. Это Моя воля. Наше время подошло к концу. Мы с Ричардом вернемся через минуту. Но если это была Его воля тогда, тогда это Его воля сейчас. Поэтому просто принимайте исцеление. Вам не нужно ждать ни секунды. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Коннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за сегодняшнюю передачу. Благодарим Тебя за эту неделю исцеления на наших передачах. Для нас большая честь и привилегия. Когда сила Божия проявляется, и люди исцеляются во время этой передачи. И мы благодарим Тебя за это. Мы воздаем Тебе честь и хвалу. Ты наш целитель. Да, Господь. Ты целитель, и Ты в доме. И мы благодарим Тебя и поклоняемся Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Вы приветствуете вместе со мной Ричарда Робертса. На нашей передаче, Ричард. Вчера все началось, как я и думал. Слава Богу. Помазание Божие проявляется, и люди принимают исцеление. Для меня это так важно. Для меня честь быть вместе с Тобой. Для меня это важно. С того первого дня в университете Орла Робертса, когда я зашел на территорию университета. И, кстати, я верю. Людям это понравится. Потому что это часть того, о чем мы говорим. Когда присутствует помазание исцеления. Оно возгревает все. В тот первый день я должен был зарегистрироваться. Кажется, это было в январе 1967 года. И вечером мы проехали по территории университета Орла Робертса. С нами были дети. Келли было уже 4 года, а Джон был еще младенцем. И когда мы заехали туда, это было еще до того, как издали закон, запрещающий детям стоять на сиденьях машин. Келли стояла между мной и Глорией. И мы проехали по территории и повернули к главным воротам, где висят флаги и все такое. И мы проехали под ними. И маленькая Келли тогда сказала, «О, здесь живет Иисус». Мы ничего не говорили ей о том, куда мы собираемся ехать. Она просто... Она просто почувствовала это. И она сказала это по-своему. Она сказала, «О, здесь живет Иисус». Я ответил, «Да, детка живет». Аминь. Хвала Богу. Иисус здесь сегодня. Аминь. Давайте вернемся к тому месту, которое мы читали вчера. В Евангелии от Луки 5 главе 12 стихе. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе. И, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он был уверен в способности Иисуса исцелить его. Но он не знал, хочет ли Иисус этого или нет. Давайте для начала остановимся и подумаем минуту. Почему кто-то может думать таким образом? Во всем мире у людей возникает одна и та же проблема. Но в большинстве случаев причина в том, что они услышали это где-то в проповедях или существует какая-то идея. Представьте себе положение того прокаженного человека. Он весь в проказе. Это последняя стадия этой болезни. С ним никто не хотел иметь никакого дела. К нему никто не приближался. Ему нужно было громко предупреждать. Нечистый. Нечистый. Никто не имеет с ним никакого дела. И он уже дошел до того, что думает, «А захочет ли Бог иметь со мной что-либо общее?» Он так подавлен. Это последние минуты его жизни. И Иисус... О, скажу вам, мне это так нравится. Простер руку. Прикоснулся к нему. Прежде всего. Возможно, многие годы никто не прикасался к этому человеку. Знаете, он весь сочится. Грязь. От него нехорошо пахнет. А Иисус коснулся его. Это говорит о многом. Он коснулся его и сказал, «Хочу». Очистись. Слава Богу. Если он коснулся его, он коснется нас. Он коснется нас. Именно это я хотел сказать. Да. О, да. Да. Это ставит все... Конечно. Потому что он не лицеприятен. ...точки над «и». Для всех людей. Да. На все времена. Раз и навсегда. Это Божья воля. Он сказал в третьем послании Иоанна во втором стихе, «Возлюбленный, молюсь, дабы ты здравствовал». Речь идет об исцелении. И преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Итак, он заинтересован в том, чтобы вы были исцелены в каждой сфере своей жизни. В вашем духе, в вашем разуме, в вашем теле, в вашей семье, в ваших финансах, во всем вашем есть. Он хочет, чтобы вы были здоровы. И сейчас кто-то исцеляется. Есть один человек, который смотрит на нас сейчас. Одна ваша нога на 5 сантиметров короче другой. И сейчас ваша правая нога удлиняется на ту же длину, что и ваша другая нога. Кроме того, есть человек, которому предстоит серьезная операция на правом колене. Ваше колено раздулось. Оно распухло. Вы порвали в нем что-то. И вы убедитесь, что вы можете ходить, и у вас нет совершенно никакой боли. И вам нужно вернуться. Когда вы пойдете к своему врачу, вы узнаете, что операция будет отменена. Аминь. Слава Богу. Я только что услышал, как Иисус сказал, конечно же, хочу. Вот какой Иисус. Есть один человек, который слушает нас сейчас и смотрит. У вас проблема с гортанью. Вы потеряли свой голос. Вам диагностировали онкологическую опухоль в вашей гортани. И Бог исцеляет ее. Эта опухоль сейчас исчезает. Во имя Иисуса. Есть еще один человек. Через несколько дней вам должны поставить клапан из-за заблокированных артерий и бляшки. Я просто вижу это в духе. Бляшка сейчас растворяется в артериях. Будет неограниченный поток крови в артериях. Слава Богу. И вы получите свидетельство от человека, который скажет, «Это был я». Это был я. Я тот человек, и врачи подтвердили это. Ричард, ты знаешь Майлона Лефевра? Конечно. У него были проблемы с сердцем. И врач исследовал его сердце. И знаешь, Ричард, вот что произошло. Оказалось, что Бог уже сделал ему шунтирование, прежде чем они прооперировали его. Хвала Богу. Он исцелен и здоров. Аллилуйя. И этот доктор сказал, «Это Бог». Он сказал, «Это чудо». Это его воля. Да. И некоторым людям сложно понять, что Бог хочет, чтобы вы были здоровы в каждой сфере вашей жизни. Он получает большую радость и удовольствие от этого. Было неважно, что он делал. Он мог идти, чтобы исцелять кого-то. И по дороге исцелял кого-то другого. Он или направлялся, чтобы исцелять кого-то, или исцелял в данную минуту. Вот что делает Иисус. Это его дело. Он целитель. И он сказал, «Я должен заниматься делом своего отца». Слава Богу. Это исцеляющий Иисус. Если вы продолжите рассматривать этот стих и спуститесь ниже на несколько стихов, вы увидите, что он был дома, и в Библии сказано, «И сила Господня являлась, чтобы исцелять». Да. Это 17 стих. И мой отец использовал эту историю, чтобы научить меня, когда я был еще мальчиком. Он сказал, «Посмотри на веру этих четырех мужчин». Он сказал, «Ричард, как ты думаешь, ты можешь видеть веру?» Я ответил, «Я не знаю, могу ли я видеть веру». Он продолжил, «А Иисус мог видеть веру». Потому что когда эти люди спустили своего друга через крышу, для этого им пришлось разобрать эту крышу. В те дни это было легче, чем сегодня. Можно было разобрать крышу дома и буквально спустить кого-то внутрь. Именно так они и сделали. И в Библии сказано, что Иисус посмотрел вверх и увидел их веру. Он увидел веру людей, которые окружали Его. И вам нужно быть рядом с теми, кто верит в то, во что верите вы. Вам нужно быть рядом с теми, кто будет приводить свою веру в действие и воссвобождать её вместе с вами. И когда Иисус увидел их веру, Он сделал что-то необычное. Он перевернул всю жизнь этого человека. В первую очередь, Он отпустил его грехи. Он сказал, «Прощаются тебе грехи твои». И, конечно же, религиозные лидеры очень огорчились. Кем ты себя считаешь, что можешь прощать грехи? И я представляю, что должно быть, подумал Иисус. Он сказал, «Что вы думаете, легче сказать, прощаются тебе грехи твои или встань и ходи?» И я покажу вам, что у меня есть сила говорить и одно, и другое. «Встань, возьми постель свою и ходи». И человек сразу же начал прославлять Бога. Именно о таких чудесах ты говорил вчера, и мы увидим их снова. Мы увидим такого рода чудеса, потому что сила Господня является сейчас, чтобы исцелять. Это палаточное помазание вернулось. Сила Господа являлась не только в доме, где был Иисус, но, без сомнения, и среди Его учеников. Так что они не могли проникнуть внутрь из-за огромной толпы другим способом, кроме как разобрать крышу. Эта сила является сегодня так же, как и тогда. Есть один человек, вы порезались. Вы порезались глубоко, до самой кости, от запястья до половины локтя, с внутренней стороны руки. Если вы посмотрите туда, вы увидите, как этот шрам исчезает. Вы будете полностью исцелены. У вас больше не будет дискомфорта. Ваши связки были порваны. И вы не могли полностью разжимать и сжимать свою ладонь. Вы не могли делать вот такое движение. Но сейчас вы сможете это делать. Во имя Иисуса. Кем бы вы ни были, зайдите в интернет, свяжитесь с миссией Кеннета Копонда. Спасибо тебе, Господь. Давайте остановимся и прославим Его. Мы славим тебя. Прославляем тебя. Он живет среди хвалы своего народа. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь Иисус. Слава тебе. Есть еще один человек, который порвал кровеносный сосуд в своем бицепсе. Там, где они выпячиваются, когда вы пытаетесь напрячь мускулы. Вы порвали там кровеносный сосуд, и это повлияло на функцию правой руки. Сейчас вы получаете исцеление во имя Иисуса. Вы убедитесь, что вы можете шевелить своей рукой. И этот кровеносный сосуд исцеляется сейчас, и у вас больше с ним не будет проблем во имя Господа. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Я не буду прерывать этот процесс. Это твое время. Можно я расскажу историю о тебе? Можешь делать все, что Господь положит тебе на сердце. Я отношусь к тебе с уважением. Ты старше меня на год или два. И я всегда уважительно отношусь к старшим людям. Ты был моим наставником. Ты был моим другом со времен моей молодости. Между прочим, Бог использовал тебя, чтобы говорить моему отцу в мои бунтарские годы, что я вернусь к Богу, и я вернулся домой. И Слово Господне, которое Он вложил в твои уста, исполнилось. Но я проповедовал... Прошу прощения. Я был на служении, где проповедовал Кеннет. Это было много лет тому назад. И прямо посреди его проповеди Господь проговорил ко мне и сказал, «Выйди на сцену, возьми у Кеннета микрофон и произнеси несколько слов знания». Я сказал, «Господь, я не сделаю этого». Это было бы неуважением. Он проповедует. Когда он закончит... Господь сказал, «Выйди туда сейчас же». Я отпирался. «Господь, я не буду этого делать. Я не буду проявлять неуважение Кеннету Копланду». Он проповедует сейчас. Я сказал, «Господь, если ты хочешь, чтобы я поднялся на сцену, скажи об этом Кеннету». Не прошло и несколько секунд, как Кеннет Копланд развернулся, посмотрел на меня и сказал, «Ричард, я верю, что у тебя есть несколько слов знания, не правда ли?» Так и было. Я был удивлен. Я сказал, «Да». И Кеннет продолжил, «Что ж, тогда выйди сюда и скажи их». А потом я закончу свою проповедь. Я вышел на сцену, люди начали принимать исцеление. Я скажу тебе это снова. У тебя есть слово знания. Высвободи это. Я никогда этого не забываю. Аминь. Именно поэтому ты сегодня здесь. Ты был послушан, но я не хотел переступать через границы. Я не хотел проявлять неуважение. Я не думаю, что Господь действует таким образом. Но Господь проговорил тебя, и Он будет делать это, если мы откроем себя к этому. Это Он. Хвала Богу. Продолжай служить так, как Господь ведет тебя. Что ж, Кеннет, самое важное для меня, чтобы люди поняли, и ты читал это местописание минуту тому назад, в пятой главе Евангелия от Луки. Это Божья воля, и Иисус сказал «хочу». Я уверен, у прокаженного было много вопросов. И как сказал Кеннет, разные мысли появлялись в его разуме, потому что он был на последней стадии проказы. Но когда Иисус сказал «хочу», он навсегда, раз и навсегда решил вопрос о том, есть ли его воля на то, чтобы вы были здоровы. Он не только пошел на крест, чтобы заключить новый завет в пролитой им крови для очищения ваших и моих грехов. И грехов всего мира. Но он также принял раны ради вашего исцеления. Недавно я читал одну статью в медицинском журнале. Не все болезни и немощи разделили на 39 категории. Иисус принял 39 ударов на своей спине. Соответственно, он принял удар за каждую болезнь и немощь. И сейчас, властью имени Иисуса, которому я принадлежу и которому я служу, я выступаю против этой сатанинской атаки. У вас есть давление в сердце, и оно исцеляется сейчас. Неритмичное биение сердца, проблема с аритмией, которая у вас появилась во имя Иисуса, я запрещаю этому. Есть еще человек, у вас усохшая левая рука, и вы держите ее возле себя. Вы держите ее, как тот человек в Библии, у которого была усохшая рука, и который, скорее всего, держал ее за спиной, потому что не хотел, чтобы ее увидел кто-то. У вас усохшая левая рука. Ваша левая рука не такая, как правая. Бог исцеляет вас сейчас. Кроме того, есть человек, которому предстоит операция на носу, и Бог исцеляет сейчас вашу гайморовую пазуху. Есть кривая кость. Слава Богу! Она была травмирована, и вы можете почувствовать, как сейчас она возвращается обратно на свое место. Кроме того, в левом глазу есть катаракта, которая исцеляется сейчас во имя Иисуса. Слава Богу! Возможно, вы говорите, и что это? О чем вы говорите? Это проявление Слова Знания, о котором Павел писал в 12 главе Послания Коринфянам. Слово Знания, Слово Мудрости, дар веры, дар языков, дар истолкования языков, развлечения духов, чудотворения, дары исцелений. Они упоминаются во множественном числе. Это не один дар. И сейчас они проявляются через меня, не благодаря мне, но благодаря Ему, благодаря тому, что это Божья воля, чтобы вы были здоровы. Есть еще один человек, у вас перелом руки. Вы упали и сломали руку, и Бог исцеляет вас сейчас. И хотя врачи сказали, что для выздоровления потребуется 8 недель, вы будете здоровы сегодня властью могущественного имени Иисуса. Это Божья воля. Пусть это резонирует в вашем духе. Сатана приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». И жизнь означает исцеление, означает здоровье и означает силу. Есть еще один человек. Вы сильно травмировали правую ногу. Кто-то ехал на мотоцикле, и вы упали, и сильно травмировали правую ногу. К тому же, вы травмировали правое колено. И Бог исцеляет вас сейчас. И вам нужно встать и связаться с миссией Кенната Копанда, рассказать им, что делает Бог. Уверяю вас, это неделя исцеления на передаче «Победоносный голос верующего». Аминь. Это неделя исцеления. Аллилуйя. Лучше закрой мне рот. Нет, я не собираюсь закрывать тебе рот. Не взваливай ты на меня. Нет, нет, нет. Хвала Богу. Слава Богу. Вот почему Господь побудил меня позвонить тебе и пригласить тебя сюда. Потому что это то, чего Бог желает. Мой отец учил меня. Он выводил меня, ставил рядом с собой, сбоку. Однажды вечером мы пошли в эту палатку для больных. Я был с ним. Там был один человек на последней стадии рака. Кеннет. Зловоние этой болезни буквально запирало дух. О, знаю. И мой отец подошел, чтобы помолиться за него, но его стошнило. Он развернулся и вышел из палатки. Он оставил меня там. Мне было 10 или 12 лет. Я не знал, что происходит. Я просто стоял там. Этот человек смотрел. Все смотрели. Через минуту или две отец вернулся в палатку, встал на кровать, взял человека на руки и помолился за него. Я так и не узнал, что там произошло. Он никогда не рассказывал мне. Но после того, как моя мать ушла к Господу, мы с ним сидели, разговаривали, вспоминали некоторые вещи, о которых мы говорили с тобой сегодня, я напомнил ему эту историю. Я сказал, «Папа, я так и не понял, почему после того, как тебя стошнило, и ты вышел из палатки, ты вернулся, встал на кровать и помолился за этого человека?» Он ответил, «Сын, когда я вошел в эту палатку, я чувствовал такое давление. Средства масс-медиа атаковали меня. Так много людей ненавидело меня. И вот я, призванный Богом, я проповедовал, молился за больных. Люди принимали спасение, исцеление. И в то же время люди бросались в меня Библией. Казалось, они все ненавидели меня. Средства массовой информации были настроены против меня. И когда я вошел туда, я почувствовал этот запах. Меня стошнило, и я сказал Господу, «Больше я не могу этого делать». Развернулся и ушел. Я сказал, «Да, но затем ты вернулся». Он продолжил. «Когда я вышел из палатки, Господь сказал мне, «Если ты не хочешь молиться за Него, тогда ты не достоин быть моим чадом». Именно тогда я вернулся в палатку, встал на кровать, взял человека на руки и помолился за его исцеление. Мой отец был как врач. В том смысле, что он молился за вас, невзирая на то, кто вы, что вы совершили, что произошло в вашем прошлом или что могло быть в вашем будущем, с чем вы были связаны. И властью имени Иисуса. Это призвание на нашей жизни достигать людей. Мы не будем отвергать вас. Мы хотим привлечь вас. И сейчас я привожу свою веру в согласие с вами об исцелении. Сейчас происходит исцеление язвы двенадцатиперстой кишки. Я проклинаю эту болезнь. Я вижу это четко, как огнем. Так, как будто я смотрю на Кеннет или на эту камеру. Я вижу, как эта язва исцеляется сейчас во имя Иисуса. И я вижу заболевание сердца. У вас проблема с клапаном. И Бог вкладывает новый клапан в ваше сердце. И неожиданно сердце будет работать нормально во имя Иисуса. Потеря слуха и звон в ушах оставляют кого-то сейчас во имя Иисуса. Я привожу свою веру в согласие с вами. В Библии сказано, если двое из вас согласятся и поверят, если мы с вами можем прийти в согласие, если вы придёте в согласие со мной, если вы придёте в согласие со мной в вере, я верю, мы увидим много, много чудес исцеления на этой неделе. Я привожу свою веру в согласие с вами. И, друзья, я не оставлю это согласие, пока чудо не проявится. Абсолютно верно. Кто-то чуть не покалечил себе левую руку. Она порезана, она сломана, кости переломаны, и вы сидите, держите сейчас свою руку. Вы чувствуете очень сильную боль, и вы спрашиваете себя, будет ли она исцелена. Это произошло случайно. Но властью в имени Иисуса, эта рука исцеляется сейчас во имя Иисуса. И вам нужно связаться с Кеннетом и Глорией Копленд и сообщить им, что делает Бог в вашей жизни. Он сказал прокажённому, «Хочу. Это моя воля. Я хочу, чтобы ты был здоров во имя Иисуса». Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Пала Богу. Давайте прославим Его. Прямо сейчас, там, где вы находитесь. Прославьте Его. Поклонитесь Ему. Отец, мы благословляем Тебя. Да, Господь. Мы прославляем Тебя, Господь Иисус. Мы возносим к Тебе наши сердца. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарим Тебя за Твое милосердие и исцеление. Спасибо Тебе за Твою исцеляющую силу, за Твое исцеляющее прощение. Мы прославляем Тебя за это. Да, да, да. Спасибо Тебе, Господь. Ричард, я сейчас слышу очень громко и сильно то, что он сказал человеку, «Прощаются Тебе грехи Твои». Очевидно, что грех этого человека вызвал проблему в его разуме, в его жизни. И Иисус решил этот вопрос. Решил его. Наверное, ему нужно было покаяться, потому что об этом написано здесь. Об этом написано. Не думаю, что он успел коснуться пола. Мне кажется, Иисус сказал, «Дерзай, чадо! Прощаются Тебе грехи Твои!» Еще до того, как он коснулся земли. Еще до того, как он коснулся пола. И после этого он исцелил его тело. После этого он исцелил его тело. В то время, когда сомневающиеся стояли там и считали это невозможным. Но для Бога нет ничего слишком сложного. Абсолютно верно. Все то, с чем вы столкнулись, сейчас не является слишком сложным для Бога. Он может справиться с этим. Но он хочет, чтобы мы с вами высвободили нашу веру и верили Богу, привели нашу веру в соответствии с Его верой. Слава Богу. Хочу сказать еще кое-что, прежде чем мы закончим нашу передачу. Послушайте внимательно. Вы можете зайти на наш сайт в интернете и еще раз посмотреть эту передачу. На нашем сайте в интернете вы можете найти ее, прослушать ее снова, снова и снова. Помазание на ней. Оно останется там навечно, на этой передаче. Послушай, я получил исцеление, слушая передачи твоего отца. Кажется, несколько месяцев тому назад. Я смотрел их на канале YouTube. И слава Богу, помазание было там. Конечно же. Оно там. Это потрясающе. Да. Аминь. Слава Богу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, и добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». И также добро пожаловать на «Неделю исцеления» на наших передачах. Послушайте. Обязательно зайдите на наш сайт в интернете kcm.org.ua и найдите там тезисы к этим передачам. Особенно те из вас, кто видел вчерашнюю передачу. Теперь вы понимаете, почему эти тезисы так важны. Каждое слово, которое было здесь произнесено, каждое исцеляющее слово знания, которое прозвучало на вчерашней передаче, будут включены в эти тезисы. Зайдите туда сразу же и воспользуйтесь ими. Это для вас бесплатно. Закачайте их. Послушайте. Приготовьтесь. Приготовьтесь. Приготовьтесь, потому что это время исцеления. Отец, мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя. И мы благодарим Тебя, что Ты исцеляющий Иисус. Слава Богу. И мы принимаем Твое присутствие на этой передаче сегодня, чтобы исцелять больных и воскрешать мертвых, чтобы действовать среди людей по всему миру. Во имя Иисуса. Аминь. Ричард, это была сильная передача. Сильно. Хвала Богу. В самом деле. Слава Богу за это. Хвала Богу. Что ж, милость Его обновляется каждое утро. Я считаю, у Него есть для нас новые чудеса каждую неделю. Хорошо. Давай сегодня обратимся к восьмой главе Евангелия от Матфея. И перед началом передачи ты сказал, что когда приходит слово «знание», когда начинают действовать дары исцелений, в сфере Духа нет времени и расстояния. Не существует расстояния и дистанции в сфере Духа. И Писание говорит, «Послал Слово Свое и исцелил их». И именно это происходит на нашей передаче. И вам нужно приготовиться к этому сейчас. Потому что Его Слово посылается. Если бы мы были рядом с вами, мы бы возложили на вас руки. Но послушайте, в духовном мире нет расстояния. Поэтому упражняйте свою веру прямо сейчас. И когда мы будем читать эти места Писания, принимайте это. Итак, восьмая глава Евангелия от Матфея. Пятый стих. «Когда же вошел Иисус в Капернаум? К Нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга Мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду». И вот это слово. «Я приду». Это Моя воля. «И исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь Мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга Мой. Ибо «Я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге Моему, сделай то, и делает». Услышав все, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику, «Иди, и, как ты вера, и, как ты вера, да будет тебе». Да. Это важно. И выздоровел слуга его в тот час. Спасибо тебе, Господь. Господствующая сила слова не имеет начала и не имеет конца. Помнишь, пророк Михей сказал в том пророчестве, что Дева родит младенца в Вифлееме. Через 715 лет эта Дева родила младенца в Вифлееме. Вовремя, в нужный момент. Подумайте о том, как Слову пришлось господствовать над поколениями и маневрировать. И есть люди, которые поверили Ему, и те, которые не поверили. Но Слово исполнилось вовремя. Я хочу, чтобы вы вложили это в свой разум. Слово Божье. Это Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И это помазание, это сильное, палаточное помазание присутствует здесь сегодня. Оно пребывает сейчас с вами. Если вы позволите Слову Божьему занять ту комнату, в которой вы находитесь, заполнить эту ситуацию, господствовать в вашем духе, душе и теле. Погрузитесь в него сейчас в веру. Слава Богу. Перед тем, как мой отец ушел к Господу, он сказал мне, «Сын, на седьмом десятке лет ты станешь служителем для служителей, и я хочу, чтобы ты учил об исцелении и крещении Духом Святым и о принципах сеяния и жатвы». Он сказал, «Это было потеряно во многих наших церквях». И он напомнил мне, что исцеление придет в особых масштабах. Он напомнил мне о тайном оружии верующего, о Духе Святом, который вошел в нас, когда мы приняли спасение. Как еще мы могли бы принять спасение, если бы не имели свидетельства Духа Святого в нашем Духе, что мы рождены свыше, и что Дух Святой — это Личность, и как Он говорит, как мы можем подключиться к Его молитвенному языку, и как мы можем толковать это нашему разуму, и после этого, как мы можем сеять семя и верить о том, что Бог будет использовать это семя и умножать его. Именно этим я сейчас занимаюсь на земле. Я делаю это уже несколько лет на конференциях для служителей и других подобных собраниях. Я помогаю служителям осознать Божьи принципы исцеления. Много служителей никогда не возлагали руки на людей, и они говорят мне, что одна из причин, потому что они боятся. Они не знают, что делать. Они не знают, как это делать. И мой отец сказал, «Я хочу, чтобы ты научил их, наставил их, как возлагать руки на больных». Но также он сказал, «Бывают случаи, когда ты не можешь возложить руки на людей, или случай неподходящий, или это могут не принять. Поэтому у Бога есть другие методы. Один метод не лучше другого, но он просто отличается от него. Есть еще один метод, который использует Иисус, и вы найдете его в Писании. Он возлагает руки на больных, и они исцеляются. Но здесь он собирается снова ввести в действие, написанное в 106-м псалме, в 20-м стихе, который ты только что процитировал. «Послал свое слово и исцелил их, и избавил их от могил их». Этот старый римский воин понимает принцип власти. Он понимает принцип власти царства. «Моя власть дана мне Цезарем. Он — Бог этого мира, так сказать. Но я подвластный ему. Я говорю своим солдатам, «Иди, и они идут, приди, и они приходят, и они знают, что будет, если они этого не исполнят. И сейчас я признаю, что у тебя есть власть». И тут он веряет себя Иисусу. «Я признаю, что твоя власть выше всех властей, и тебе даже не нужно приходить и возлагать на него руки, как ты только что пообещал. Тебе всего лишь нужно, стоя здесь, послать свое слово. Если ты пошлешь в слово Божье, мой слуга будет исцелен». Еще в раннем возрасте я научился от своего отца. Я помню, он рассказывал об одном человеке из Нью-Джерси, который позвонил ему и сказал, «Брат Робертс, я не могу приехать на ваш крусейд в Калифорнии. Я нахожусь на расстоянии двух тысяч миль. Но если вы помолитесь там, я высвобожу свою веру здесь, и я приму исцеление». И мой отец сказал, «Для молитвы нет расстояния». Именно тогда я впервые услышал эту фразу. Сотник сказал Иисусу, «И я сознаю, что для молитвы нет расстояния. Нет расстояния между нами здесь, в Форт-Форте, и вами, там, где вы сейчас находитесь. Не имеет значения, где вы, в Калифорнии, в Нью-Йорке, в Мичигане, в Канаде, в Тимбулту. Между прочим, такое место действительно существует. Да, оно находится в Республике Мали, в Западной Африке. Итак, не имеет значения, где вы, мы можем послать слово точно так же, как вы посылаете СМС-ку. Точно так же вы можете послать Слово Божье. И Иисус удивился. Он сказал, «Я не видел ничего подобного этому. Это большая вера». Он никогда не видел ее в Израиле. И он развернулся, «Я представляю себе Иисуса». Мне кажется, он простер свою руку и сказал, «Я посылаю слово Твоему слуге». И по дороге домой сотник узнает, что его слуга был исцелен. У Бога есть разные методы. Он использовал возложение рук. Я был на многих служениях, где я видел, как ты возлагаешь руки на больных. И мы с тобой проводили служение вместе, где мы оба возлагали руки, и мы оба делали это на служение моего отца. И он говорил, «Ричард, коснись его вот таким образом». И еще он говорил, «Не прикасайся к человеку, пока ты не будешь готов высвободить свою веру». И ты говорил, что Орел Робертс использует свою веру, как механик использует свой гаечный ключ. Но в этом смысле сотник сказал, «Тебе не обязательно приходить и возлагать на него руки, потому что ты сам Слово, облеченное в плоть. Если ты пошлешь свое слово, мой слуга будет исцелен». Несколько недель тому назад я был на телевидении. Нам позвонила женщина, у которой четвертая стадия рака. Я поднял свои руки и сказал, «Мэм, я не могу прикоснуться к вам, вы в другом городе, но властью в имени Иисуса я посылаю вам Слово». И через несколько недель она снова позвонила нам. Рак четвертой стадии полностью оставил ее тело. Я не прикасался к ней, но я не завишу от этого прикосновения. Я послал Слово Божье, не мое Слово, а Его Слово, а Бог тот же вчера, сегодня и вовеки. Если Он послал Своё Слово слуге римского сотника, тогда мы с вами можем сидеть здесь сегодня и послать Слово, и не иметь значения, где люди смотрят нас, они могут принять исцеление. Один момент. Господь, помоги мне. Как же мне это высказать? Я знаю, когда вы смотрите это по телевизору или в интернете, создается впечатление, что мы что-то выдумываем, просто говорим что-то, но это совершенно не так. Это происходит совершенно не так. Это проявление Духа Святого, которое 12 глава первого послания к Оримфинам называет дарами Духа. И иногда это приходит, как какая-то вспышка, как будто бы вы смотрите и видите это. И однажды или дважды я действительно видел это как быстрое видение, очень четко. Но в большинстве случаев это духовное видение. Вы просто видите это внутри, и когда вы подчиняетесь этому, когда вы послушны этому, и когда вы произносите это, это начинает исходить из вашего Духа. Это не так, как кто-то сказал, ну, я тоже так могу. И вы просто садитесь и начинаете выдумывать что-то из своей головы. Нет, 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 нет. Это совершенно не так. Да, это совершенно не так. И мы так же не можем предугадать, когда он это будет делать. И он неизменно будет делать это тогда, когда мы не хотим этого. А когда мы хотим, чтобы он это сделал, он этого не будет делать, потому что он суверенный, и он проявляет это, когда он желает этого. Знаете, я спрашивал его, как это делать, когда это делать, где это делать, с кем это делать. Он никогда ни разу не сделал это по-моему. Он делает это по-своему. И то, как он это делает, всегда правильно. Это всегда подходящее. Это всегда соответствует тому, чего вы хотите. Он точно знает, что необходимо, чтобы высвободить вашу веру. Именно это он ищет. И он знает правильное время. Да. Аминь. Аллилуйя. Расскажи об этом больше, Ричард. О проявлениях Духа Святого, потому что ты видел их? Я чувствую, что в жизнь людей приходит большое исцеление благодаря посланному сегодня слову. Я действительно верю в это всем своим сердцем. Именно поэтому я хочу помолиться через минуту. И я вернусь к тому, что сказал сотник. Он сказал, не обязательно, чтобы ты приходил и возлагал на него свои руки. История говорит, что римский гарнизон находился приблизительно 60-70 миль вверх от побережья. И Иисус мог дойти туда. Он уже сказал, я приду. Он сказал, что сделает. Я приду, и я возложу на него руки и исцелю его. Но сотник сказал, это не обязательно. Самое подходящее, Иисус, чтобы ты послал слово, потому что я понимаю принцип твоей власти. Он знал то, о чем люди, окружающие Иисуса, не имели никакого понятия. Он понимал принцип власти царства. Когда король говорит, это слово распространяется на все царство. Вот что происходит здесь. И он сказал, тебе не обязательно идти. Просто пошли слово, и мой слуга будет исцелен. И что я хочу сделать сейчас? Я пошлю вам слово Божье. И вот что я советую сделать вам. Я хочу, чтобы вы сделали то, чему научил меня мой отец, чему мой отец учил Кеннета, а именно высвобождать свою веру. Как вы высвобождаете свою веру? Вы отпускаете ее. Как мне отпустить ее? Вы разрешаете ей идти. Вера должна подняться. Она в вашем сердце, потому что вы родились с верой. Бог дал каждому меру веры. Не маленькую меру, но нужную меру. У вас есть вся необходимая вам вера. И вам нужно сейчас высвободить ее. Поэтому, когда я буду молиться, я хочу, чтобы вы отпустили свою веру к Богу. Когда я был мальчишкой, возможно, ты помнишь, я рассказывал, что на моей левой руке было 22 бородавки. И мой отец сказал, я возложу на тебя руки, и мы будем верить Богу об исцелении. Я хочу, чтобы ты высвободил свою веру. Я не знал, как высвободить свою веру. И мне было 8, 8 или 10 лет. Он сказал, видишь выключатель для света? Это точка контакта. Когда ты нажимаешь на выключатель, зажигается свет. Твоя вера подобна этому. Она в твоем сердце. Высвободи свою веру. Он возложил на меня руки, но в тот момент ничего не произошло. На следующее утро бородавки все еще были там. И на следующее утро, и на следующее. Но на 10 утро я проснулся, и бородавок не было. Он научил меня высвобождать мою веру. С той поры на этой руке у меня не было бородавок. Он научил меня высвобождать мою веру. И когда я буду молиться во имя Иисуса, и пошлю вам слово, вы высвободите свою веру к Богу. Сейчас властью имени Иисуса я посылаю вам Слово Божье. Послушайте, возможно, у вас проблемы с сердцем, возможно, с давлением, с уровнем сахара в крови, возможно, проблема с артериями, возможно, это ваш мозг или рак, возможно, бородавки, возможно, это какое-то другое новообразование, опухоль, возможно, ваши колени или ваши стопы, или ваши плечи, ваша спина, возможно, это диск или позвонок, возможно, это рак. Во имя Иисуса я посылаю вам Слово Божье. Я посылаю Его точно так же, как это делал Иисус. Это не я, это Он. Я посылаю вам Его, Его Слово, и я запрещаю этой атаки. Я посылаю вам Слово Божье. Я проклинаю эту болезнь в самом корне, и я приказываю ей выйти из вас во имя Иисуса. И вот она уходит. Помазание сходит сейчас на людей. Я чувствую это помазание на мне. Во имя Иисуса люди исцеляются сейчас. Восвобождайте свою веру. Восвобождайте свою веру. Отец, я воссвобождаю свою веру. «Я беру это, я притягиваю это исцеление». Ричард дал мне слово. Он послал его мне. «Я беру, оно моё, моё, моё. Я востребую это исцеление во имя Иисуса». И ты, Кеннет, будешь получать имейлы, звонки и письма, и люди будут говорить, «Это был я, я был исцелён в тот день на передаче по бедоносным голосоверующего. Во имя Иисуса». Аллилуйя. И Бог дал мне указание обучать пасторов, как это делать. Очень часто люди говорят, «У него есть помазание для этого». Это тот же Иисус. Дело не в том, что у меня больше Иисуса, чем у вас. Дело не в том, что у вас больше Иисуса, чем у меня. Он тот же Иисус. У нас есть доступ к этому. И да, у меня есть особенное призвание для исцеления. В этом нет сомнений. Но Бог сказал, что я могу передавать это. Я могу молиться за служителей Евангелия. Я могу возлагать на них руки. Они могут избавиться от страха. Много пасторов не молятся за людей, потому что они боятся. Они говорят, «А если ничего не произойдет? А если произойдет? Что вы потеряете? Вы думаете, люди заболеют еще больше, когда вы помолитесь за них?» У вас есть право молиться. И у вас есть обязанность молиться. Знаешь, Ричард, в ранние годы нашего служения дьявол, конечно же, пытался атаковать меня такими мыслями. И я слышал о других. Я слышал, как один человек, закончив молиться за людей, сказал, что он был просто сокрушен. Он сказал, «Боже, помоги мне». Столько людей ничего не получили. Что-то произошло. Мне это не понравилось. Мой дух не согласился с этим. И я не критиковал его, потому что я тоже пытался молиться таким образом. Господь ответил, «Подожди минутку». Ты высвободил свою веру, когда возлагал на них руки. Ты высвободил свою веру? Да. Да. Я ответил, «Да, Господь». И он добавил, «Когда ты говоришь, что они ничего не получили, этим ты все перечеркнул». И я подумал об этом в связи с тем случаем с бородавками на твоей руке. Они не исчезли сразу же. Прошло несколько дней, на протяжении которых исцеление работало внутри тебя. Они были на пути к исчезновению. На пути к исчезновению. Но если бы твой отец пришел на следующее утро и сказал, «О, Господь, у Ричарда все еще остались эти бородавки», он бы обрезал свою веру. Это был твой контакт с верой. Как-то он сказал Линдзе, когда молился за нее, «Ты исцелишься в дороге». И она спросила, «Что это значит?» Он ответил, «В Библии сказано, что некоторые исцелились, когда пошли своей дорогой». Они шли своей дорогой. Нужно было какое-то время. Иногда исцеление приходит мгновенно, а иногда оно приходит через какое-то время. Когда Иисус проклял смоковницу, казалось, что с ней ничего не произошло. На следующий день, «Эй, Иисус, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла от корня». Именно после этого Он сказал, «Имейте веру Божью». Понимаете? Верьте. Не каждое чудо приходит мгновенно. Иногда оно приходит через какое-то время. Но продолжайте верить, продолжайте верить, продолжайте верить, не сдавайтесь. Вы даже не можете видеть, как эти силы исцеления работают в духовной сфере над этой болезнью. Работают в духе. Сила исцеления работает, она работает там. Когда вы пребываете в вере, вы поддерживаете ее включенные. А если вы пастор, который возлагает руки на больных, то вам не стоит уходить со служения со словами «я так расстроен», потому что эти люди не получили его, не получили никакого исцеления. Подождите минутку, именно по вашей вере они оказались там. Поэтому поддерживайте эту веру включенной, не отключайте ее в конце служения. Скажите, хвала Богу, я возложил на них руки в вере, и твои силы исцеления продолжают работать внутри них сейчас, а я стою вместе с ними. Я стою вместе с ними. Аминь. Аминь. Я недавно вернулся с Гондураса. За несколько дней я возложил руки на 800 пасторов. Мы учили об исцелении, о Духе Святом и семени веры. Эти пасторы были очень рады. Многие из них говорили мне, «Я еще не возлагал руки на больных, потому что я боялся это делать». Теперь они мощно заряжены, чтобы возлагать на них руки и верить Богу о чудесах. Это часть поручения, данного мне до конца моей жизни. Я восхищен по этому поводу, потому что один может прогнать тысячу, а двое — десять тысяч. Но мы соединяемся в нашей вере. И знаете, приспешники дьявола стоят рука об руку, и мы должны научиться этому. Мы должны найти дорогу к единению и согласию и соединить наши руки, и собраться вместе в одном духе и верить в то, что говорит это слово. И после этого действовать по Нему во имя Иисуса, и мы начнем видеть те вещи, которые видели ученики в те дни. И не бойтесь делать это. Потому что, послушайте, если вы рожденные свыше Дитя Божье, вы призваны возлагать руки на больных. Ты сказал это? Аминь. Иисус сказал так. Мы должны изгонять бесов, возлагать руки на больных, и больные будут здоровы. Он не обращался только к проповедникам. Он обращался к веру. А что, если человек не исцелится сразу же? Видимо. Что говорить таким людям? Не говорите, наверное, у вас не было веры. Не говорите такого вообще. Нет, 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 нет. Вот что нужно сказать. Я привожу свою веру в согласие с вами. И я не оставлю это согласие, пока не придет чудо. Вот что нужно сказать. И мы с Ричардом приводим нашу веру в согласие и высвобождаем ее. Слово Божье послано. Теперь берите его, принимайте. Аллилуйя. Как говорит Глория, написанная в Евангелии от Марка 11, 24, когда молитесь, верьте, что принимаете и будет вам. И слово принимать значит брать. Она сказала, если вы не взяли, вы не закончили молитву. И именно об этом мы говорим сегодня здесь. Также, если вы не поверили, вы, скорее всего, не примете. Да. Поэтому настройтесь на то, чтобы верить этому. Высвободите свою веру. Да. Я верю, можно сделать это таким образом. Отец, я выбираю верить этому. Я избираю верить. Я выбираю это. Наше время подошло к концу. Мы с Ричардом вернемся через минуту. Здравствуйте, я Коннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». На этой неделе мы прекрасно провели время в исцеляющей силе Божьей. Отец, спасибо тебе за то, что проявляешь себя на этой передаче среди наших зрителей. И мы воздаем тебе честь, хвалу за то, что ты собираешься сделать здесь сегодня. И мы принимаем это. Мы берем это. Мы берем все то, кем ты являешься, Иисус. Да, Господь. Мы берем это, и мы верим этому. И мы прославляем тебя и поклоняемся тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Поприветствуйте сегодня вместе со мной Ричарда Робертса. Коннет, рад быть с тобой здесь. На нашей передаче. Вот эта неделя. И лучшее все еще впереди. Во имя Иисуса. Да, лучшее еще впереди. Я хочу публично заявить кое-что сегодня. Я знаю тебя давно. И мы видели много-много подъемов и много падений. Много всего за эти годы. Я хочу, чтобы весь мир знал, как сильно я люблю тебя и твою семью. Спасибо тебе. И насколько ты настоящий. Я просто хотел, чтобы люди узнали, как сильно я люблю тебя. Что ж, можно я скажу тебе что-то? Да. Ты полюбил меня еще до того, как я узнал тебя. Ты пришел в офис моего отца и сказал, «Ричард, убегай от меня от тебя. Он убегает от Бога. И он вернется домой. И Бог будет использовать его». Ты говорил мою жизнь еще в то время, когда я даже не знал тебя. И каждое слово, которое ты пророчествовал в тот день в офисе моего отца, исполнилось. И я должен выразить тебе благодарность за все то, что ты совершил. И за то, сколько ты значишь для меня и нашей семьи. Мой отец сильно любил тебя. И я помню те случаи, когда вы приходили к нам в дом. Ты и Глория. И ты, и мой отец, и остальные, мы садились, разговаривали, молились, мечтали, просто говорили о том, что Бог будет делать в будущем. И для меня это честь. Я благодарю тебя за то, что ты пригласил меня на эту передачу. Для меня это благословение. Это благословение для Линдзи. Она посылает свою любовь тебе и моей дочери тоже. Мы любим вас, и мы ценим вас. Слава Богу. Аллилуйя. Я просто хотел, чтобы вы знали. Я хотел сказать это. И мне приятно, потому что я говорю это совершенно искренне. Слава Богу. Аминь. Давайте откроем пятую главу Ищу. От Марка. Прежде чем мы это сделаем, вы знаете, мы говорим о семье. И мы с тобой говорили уже об этом. Я бы хотел, чтобы ты рассказал о том, что ты пережил в тот день, когда твой отец отошел к Господу. Хорошо. Потому что это связано со всем тем, о чем мы говорим на этих передачах. И это часть твоего наследия. Служение и исцеление. И это ценно для меня, между прочим, потому что мое наследие в служении и исцелении пришло от твоего отца, как моего духовного отца. Всю свою взрослую жизнь я хотел получить двойную порцию духа, который почил на моем отце. И я говорил ему, «Папа, я хочу двойную порцию помазания». А он отвечал мне, «Что ж, сын, если ты увидишь меня, когда я ухожу, то же самое, что Илья сказал Елисею. Но я знал, что он имел в виду. Он имел в виду, если будешь хранить свой взгляд на Иисусе, ты сможешь получить это». И я держался рядом с ним. Я поддерживал его более 40 лет. И в тот день, когда он ушел к Господу, я был в его палате. Я видел все мониторы, медицинскую аппаратуру. Я видел, как его жизнь угасает. И я знал, что остались считанные секунды до его отхода, до его последнего вздоха здесь и его первого вздоха на небесах. В тот день я пережил то, чего я никогда не переживал в своей жизни. Я еще никогда не видел ангела. Я разговаривал с людьми, которые видели их. Я разговаривал с людьми, у которых были видения ангелов, с людьми, к которым приходили ангелы, с людьми, перед которыми ангелы появлялись и разговаривали с ними, давали указания от Бога. Но лично я никогда не видел ангела. Я осознавал, что меня окружают ангелы, но никогда не видел ни одного. Я чувствовал их присутствие, но я никогда не видел их своими глазами. И прежде чем отец ушел к Господу, через потолок пришли два ангела. Один был такой высокий, что его голова была выше потолка, и я не мог ее видеть. У другого голова касалась потолка. Они были огромные. И я моргнул глазами, чтобы удостовериться, что это не галлюцинация. Но я их видел. И я видел, как ангел пониже простер свою руку в тело моего отца, взял его дух и начал поднимать его. И в то время, как его дух поднимался, я встал и начал кричать. Я делал то же, что делал Елисей, когда видел, как возносился Илья. «Боже, вот войско, вот силы небесные, вот они!» И когда его дух достиг потолка, с него упала мантия и начала медленно опускаться на пол. Я еще раз моргнул глазами, чтобы проверить, действительно ли я вижу это, или мне все это кажется. И я помнил историю Елисея. Я помнил свою мечту, то, что говорило мое сердце все эти годы. И я знал, то, что падает, принадлежит мне, потому что никто не забирает с собой помазание на небеса. Да, оно остается на земле. Да. И вам нужно овладеть им. И пока милость падала, я ухватил ее своими руками, и я сказал, «Это моё!» «Это моё!» Кеннет, и что-то необыкновенное сошло на меня. Сила Божья пришла в мою жизнь, и с того дня я совершенно изменился. Пришло помазание для исцеления, которого я не знал раньше. Больше словознания, больше даров исцеления, больше даров Духа в моей жизни, больше возможностей передавать дар, особенно в жизнь служителей. И это часть моего призвания, которое я буду исполнять до конца моих дней. «Вкладывать это в жизнь служителей, оказывать на них влияние». Мой отец пророчествовал, что это произойдёт, когда мне исполнится 60, и это происходит сейчас. Этот день изменил мою жизнь. Когда я вернулся домой, жена сказала, «Ты изменился, ты стал другой». Я ответил, «Да». Я ей всё рассказал. Она ответила, «Что ж, именно об этом ты молился, верил, исповедовал, ты ожидал этого, и это произошло. Я воздаю хвалу и отдаю честь Богу». И помазание пребывает на нас не для того, чтобы такие, как мы, говорили, «Посмотрите на нас, мы помазаны». Нет, нет, нет. Это помазание предназначено для служения, для того, чтобы быть благословением для вас. Это снимающее бремя, уничтожающее ярмо, сила Божья. Да. И когда Исайя пророчествовал это, он говорил об Иисусе. Но если прочитать следующую главу, там он объясняет всё это. Но сейчас мы говорим о духовной силе. Иисус сказал, «Нду Господень на мне, ибо Он помазал меня». Слово «помазать» просто означает «вылить», «втирать» или «намазывать». Но когда выливается помазание Духа Святого, оно предназначено для исцеления людей, для освобождения людей. Это божественная энергия. Да. Оно сходит на вас. Оно входит в вас. Оно отделяет вас от себя самих и наполняет вас силой Божьей настолько, что когда вы говорите, это как будто бы Бог говорит. Когда вы действуете, это как будто бы Бог действует. Вот что такое помазание. Мой отец никогда не выходил из гостиницы во время Курсейдов, пока не чувствовал помазание Божье в своих руках. И перед своей смертью он сказал мне, «Знаешь, сын, это помазание всегда приходило в мою правую руку и в мою правую ладонь. И я не выходил на служение. Я, конечно же, помню те случаи, когда он не выходил из гостиницы. За ним приходили, и он говорил, «Я еще не почувствовал этого помазания. Тысячи людей зависят от моих молитв. И я не могу выйти, пока не почувствую это помазание». Конечно же, я помню все это. Я был рядом, когда это происходило. Он сказал, «Сын, когда меня не станет, то же помазание сойдет на твою левую руку и на твою левую ладонь». Я спросил, «Почему у тебя на правую, а у меня на левую?» Он ответил, «Потому что я правша, а ты левша». И через несколько месяцев после того, как он умер, я был в Канаде, молился, готовился к служению в номере, как это делал он, и неожиданно это присутствие сошло на мое плечо. Я спросил, «Что это?» И тогда я осознал, «О, я знаю, что это». Оно прошло вниз и начало выстреливать из моей левой руки. В тот вечер произошло столько чудес, и это продолжается с того времени. Каждый раз, когда я молюсь, я чувствую это присутствие. Я чувствовал его на протяжении всей недели на твоей передаче. Каждый раз, когда я протягиваю свою левую руку, я чувствовал, как Божья энергия выстреливает из нее. И это не для меня, это для людей. Чтобы они овладели этим и сказали, «Это мое, я хочу выздороветь». И это происходит с того дня. Слава Богу. Аминь. Это интересно, потому что в той истории про женщину с кровотечением, о которой говорится в пятой главе Евангелия от Марка, в двадцать пятом стихе, «Одна женщина, которая страдала кровотечением, двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней. Теперь она не только больна, как вы видите, она еще и бедна, она в лишениях. Все, что у нее было, потрачено, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Здесь важно знать кое-что, и ты говорил об этом до передачи. Ей не нужна была его одежда. Ей нужно было прикоснуться к кисточке на конце этой одежды, этой молитвенной накидки. Потому что, послушайте, она представляла Слово Божье. Эта накидка представляла Слово Божье. Вот к чему ей нужно было прикоснуться. Дальше. Ибо говорила. Она выбрала верить этому. Именно об этом ты говорил всю неделю. Говорить. Говорить. Она сделала выбор. Я верю этому. На вчерашней передаче, и послушайте, это произошло со мной много лет тому назад, еще до того, как я что-либо знал. Я еще даже не был в служении. В тот день я был очень болен гриппом. Я подвез Глорию к магазину в торговом центре. Я был таким больным, что остался в машине. Мне казалось, что я не доеду домой. Передо мной лежала 1 Петра 2, 24. И я читал это местописание. Я взял его. И посмотрите, как Господь вел меня. Потому что до этого дня я не слышал такого. Я взял свою Библию. И я сказал. Иисус. Я выбираю верить этому. И я прочитал это вслух. Твоими ранами я был исцелен. И что-то произошло со мной в эту минуту. Мне сразу же стало лучше. И на следующее утро все симптомы прошли. Та женщина выбрала верить этому. И посмотрите, что произошло. Она прикоснулась к краю его одежды. И тотчас иссяк у ней источник крови. Иисус почувствовал сам в себе, что вышло из него. Здесь мы видим слово «сила». В греческом языке это слово «дюнамис». Это «сила». Помазание вышло из него. И это же слово обозначает «добродетель», чудотворную силу. Вышла из него «сила». Обратился в народе и сказал «кто прикоснулся к моей одежде?» Он знал, что это помазание вышло из него. Он почувствовал, как оно вышло из него. Смотрите, Иисус не вызвал его к действию. Вот что здесь важно. Во времена Иисуса это помазание жило все время. И оно до сих пор присутствует. Его помазание до сих пор на земле. И он остается Иисусом. И он продолжает исцелять и сейчас. И она совершила это в то время, когда он шел, чтобы исцелить другого человека. Он был в дороге, чтобы воскресить дочь Иаира. И когда люди говорят «что ж, Иисус слишком занят для меня». Он занимается чем-то другим. Вы для Иисуса не помеха. Нет, не помеха. Другие люди в этой ситуации с Иаиром говорили «не беспокой его больше». Вы что, шутите? Да, но Иисус не сказал ей «подождите минутку, мадам. Мне нужно сначала воскресить эту девочку, и потом я вернусь. Я вернусь после обеда. Подождите здесь». Нет, он не сделал этого. Когда он шел по дороге, Вартемий кричал ему «сын Давида, помилуй меня». Он не остановился, чтобы сказать «подожди минутку, когда я буду выходить из города, я возложу на тебя руки». Нет. Ему не мешает то, что его прерывают. И все дело в том, что это работает для вас сейчас. Это помазание здесь, оно находится в этой комнате. Помните, что сказал Ричард? Это очень важно. Помазание пророков, помазание Петра, Иакова, Иоанна, помазание Иисуса, не оставило землю и не ушло. Помазание Орла Робертса, помазание великих служителей Евангелия, которые уже пребывают в славе на небесах. Им не нужна слава и исцеление на небесах. Нет. Да. Слава Богу, мы нуждаемся в этом здесь. И оно здесь сейчас. Оно находится сейчас прямо с вами. Чьи-то больные гланды были только что исцелены силой Божьей. Аминь. Слава Богу. Ричард, я так наполнен, что еле могу говорить. Берите это. Берите это. Вперед, хватайте это. Слава Богу, Господь обращается сейчас к вам. Что ж, властью имени Иисуса я выступаю против этой сатанинской атаки. Меня зацепила эта фраза. Она потратила все, что имела. Она была разорена. Таких, как она, сейчас много. И вы сделали все, что знали. И такое впечатление, что ничего не помогло. Вы потратили почти все, что имели. И вы разорены или близки к этому. И вы задаетесь вопросом, как вы будете жить? Я обращаюсь к вам. Во имя Иисуса вы не забыты. Вы возлюбленные Божьи. И если в этой ситуации вы посеете семя для Господа, Он использует это семя и умножит его вам. Она в самом деле посеяла семя, когда протянула руку и прикоснулась к нему. Ведь она не должна была присутствовать там. Она не должна была быть там. Она не должна была присутствовать там. Она должна была оставаться дома. Еврейский закон не разрешал ей выходить в таком состоянии. Ей не было разрешено идти за Иисусом. Но она посеяла семя веры из своих уст, когда сказала, «Если только коснусь края одежды Его, или иначе говоря, коснусь этих молитвенных кисточек, я буду исцелена». Она посеяла семя веры, и она получила урожай, когда Иисус развернулся и сказал, «Кто-то коснулся Меня». И Он услышал, как она ответила, «Я это сделала». И Он сказал, «Черь, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». И я уверяю вас, «Когда вы сеете семя своей молитвы, когда вы сеете семя своей денег, когда вы сеете семя, любое семя, какое вы можете посеять, Бог берёт его и использует для своей славы, и тогда Он умножает его вам, меру и добрую, нагнетённую, удресённую и переполненную». И она получила урожай семени, который она посеяла, когда простёрлась своей рукой и своей верой, ухватившись за эту молитвенную накидку. И она получила чудо. И сейчас я привожу свою веру в согласие с вами. Возможно, вам кажется, что с вами всё кончено. Возможно, кажется, что вы потеряны и нет никакого выхода. Но уверяю вас, Он — ваша дорога. И властью имени Иисуса я запрещаю этой дьявольской атаки. Я проклинаю её во имя Иисуса. Ты — нечистая, мучительная болезнь. Выйди вон! Ваша потеря в финансовой сфере. Там, где вы понесли эту потерю, я проклинаю это, я связываю это во имя Иисуса. Эти отношения, которые испортились, и вы не знаете, как их вернуть обратно, я разрушаю эту зависимость. То, что вам говорили, что вы никогда не будете ничего стоить, ничего значить, это ложь из глубины ада. Вы — праведность Божья во Христе Иисусе. Вы были созданы не намного ниже ангелов. Вы всё можете во Христе, укрепляющем вас. Вы стоите этого. И вы важны для Него. Для Бога вы — очень важная Личность. Он знает, кто вы. Он знает, где вы живёте. Он знает, через что вы проходите. И властью имени Иисуса я разрушаю эту зависимость во имя Иисуса. И я молюсь об исцелении. И последнее. Есть кто там, кого вы ещё не простили. И вам нужно отпустить Его. Вам нужно отпустить Его. Да. Потому что Иисус сказал, если вы не простите Ему, и я не прощу вам. А я знаю, что вы хотите иметь прощение, поэтому нужно отпустить Его. Отпустите Его. Как мне Его отпустить? Отец, во имя Иисуса я беру этого человека, я называю Его имя. Да. И отпускаю Его к тебе. Аминь. Я даю Его тебе. Я больше ничего не держу против Него. Во имя Иисуса. Кем бы вы ни были. Да. Да, да, да. Да. Спасибо тебе, Господь. Кто бы ни говорил и не отвечал за то, что у вас больше нет пенсии, за то, что все ваши сбережения пропали, вся ваша пенсия пропала, да, плохое вложение денег. Да. Плохое вложение денег. Да. Отпустите Его. Освободите этого человека. Возьмите это непрощение и вручите Его Иисусу. И когда вы вручаете это Иисусу, возьмите у Иисуса ответ и исцеление не только для вашего физического тела и вашего разума. У вас проблемы из-за беспокойства. Все зашло так далеко, что у вас появились мысли, которых вы даже представить себе не могли. С одной стороны, есть люди, которые думают о самоубийстве. С другой стороны, есть люди, которые думают о том, чтобы причинить вред другим людям. Вам нужно избавиться от всех этих мыслей. И вот как это сделать. Скажите, отец, я прощаю. Я прощаю сейчас. Я принимаю свое освобождение. И не свою целостность точно так же, как та женщина с кровотечением. Во имя Иисуса. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь Иисус. А сейчас воздавайте Ему славу и хвалу. Начинайте прославлять Его и поклоняться Ему. Пусть радость Господня сойдет на вас. Танцуйте по комнате, как танцевал Давид. Ну, брат Коплант, я не хочу, чтобы кто-то увидел, как я это делаю. Тогда пусть для вас это будет как жертва хвалы. И Писание говорит, что нам нужно приносить жертву хвалы. Пусть ваше плот не сдерживает вас. Начните восклицать Слово Божие. Просто танцуйте и прославляйте Бога. Выскочите из этой инвалидной коляски и танцуйте по всей комнате. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Благословение Господне пребывает сейчас там, где вы. Слава Богу. Наше время подошло к концу. Боже мой. Ричард, это потрясающее время. То, что происходит, потрясающе. Господь здесь. Спасибо тебе, Господь. Давайте прославим Господа немного. Хвала тебе, Иисус. Хвала тебе, Иисус. Спасибо, Отец. Мы поклоняемся тебе, Господь. Аллилуйя. Аминь. Мы с братом Ричардом вернемся через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и сразу же начнем наше сегодняшнее изучение Библии. Отец, мы благодарим тебя и прославляем тебя. Господь, столько всего, столько всего чудесного произошло на этой неделе. И мы воздаем тебе хвалу и честь и славу за это. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе. Ты наш целитель. Ты наш избавитель. И мы благословляем тебя и благодарим тебя за этого. Име Иисуса. Аминь. Это неделя исцеления. И у нас произошли чудесные вещи. Вот что вам посоветую. Не откладывая, зайдите на наш сайт в интернете, kcm.org.ua. Если вы пропустили какую-то из наших передач на этой неделе, скачайте их для себя. Смотрите их снова и снова. Послушайте все места описания, всякое слово знания, которое произносилось на этой передаче. И давайте поприветствуем Ричарда Робертса на нашей передаче. Ричард, большое спасибо за то, что ты приехал и записываешься на этих передачах вместе со мной. Спасибо за приглашение. Это честь для меня. Это было так здорово. Это большая радость, видя тебя всегда возгретым. О, я был возгрет всю эту неделю. Ты был возгрет всю эту неделю. Вот что скажу тебе. Я наслаждался этим. Радость Господня объяла меня. Просто переполнила меня. Я сидел здесь и принимал исцеление. Слава Богу. Все те из вас, кто принял от Господа на этой неделе, для нас очень важно услышать ваши свидетельства. Это вызывает большую радость, как сейчас у меня и у Ричарда. И мы с Глорией читаем ваши свидетельства. Поэтому для вас тоже важно свидетельствовать. Расскажите об этом. Да. Иисус побудил ту женщину, которую Бог исцелил от кровотечения, свидетельствовать, чтобы она рассказала, что с ней произошло. Поймите, это важно. Аминь. И это важно для вас. Аллилуйя. И сейчас, Ричард, давай откроем пятую главу Евангелия от Иоанна. Хорошо. Я просто чувствую побуждение от Господа, чтобы ты прочитал это местописание. Просто прочитай его в виде... Всего был праздник иудейский, и пришёл Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по времени сходил к купальню и возмущал воду, и кто первый входил в неё, по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, Иисус, увидев его лежащим там, извне, и узнав, что тот лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. И Иисус говорит ему, «Стань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошёл. Было же это в день субботний. Я могу сразу же перейти к 14 стиху, потому что Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошёл и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Слава Богу! Этот человек пребывал в таком состоянии долгое время. И, возможно, вы находитесь в подобной ситуации долгое время, и вы думаете, что никогда не выйдете из неё. Что ж, Иисус выбрал этого человека, который 38 лет оставался в том же состоянии. И, возможно, это и ваша история. Иисус задал ему вопрос, очень простой вопрос, «Хочешь быть здоров?» Я знаю, чтобы я ответил. Этот человек ответил, «Подожди-ка, Иисус, у меня нет никого, кто бы опустил меня в купальню, потому что, когда ангел приходит, кто-то опережает меня». Знаете, легко обвинять других. Иисус сразу же оборвал это и сказал, «Встань, возьми постель твою и ходи». Кеннет, я всегда верил тому, что когда Иисус сказал «Встань», Он говорил о духе этого человека. Этот человек был подавлен долгое время. И когда вы подавлены... Это можно определить по ответу, да. Да. В таком случае вы думаете, что вы больше уже никогда не встанете. Итак, Он обратился к духу этого человека внутри него, когда сказал «Встань». Вы никогда не встанете физически, пока вы сначала не встанете внутри. Встань. Он сказал это духовному человеку. «Возьми постель свою». Он сказал ему сделать какое-то физическое движение. Тот не мог носить свою постель, но теперь исцеляющая сила Иисуса касается его, и он приходит в соприкосновение с ней. Иисус обратился к нему и сказал, «Встань, возьми постель свою, собери то, на чём раньше носили тебя». На этой постели носили тебя, но теперь пришло время, чтобы ты носил её. Встань, возьми постель свою и ходи. Займи снова своё место среди людей. Попрощайся с этими болезнями, грехом, немощами, страхом, сомнениями, бесовской деятельностью, потерями, недостатком. Попрощайся с этим. Встань, возьми постель свою и ходи. И дух этого человека встал настолько, что его тело смогло встать. И он смог ходить и пошёл в храм вместе с ним, и радовался там и прославлял Бога. Весь его образ жизни изменился. Всё в нём изменилось в тот день. Слава Богу. Аминь. Его пример представляет сегодня человечество. Да. Они больны во всех сферах. Особенно в наш день и час. Чем больше вы разговариваете с людьми, тем больше вы слышите, что они обвиняют всех, начиная от правительства до республиканцев, демократов, политиков. Они обвиняют своих родных. Или мой врач не сделал того. Они обвиняют всех, кого могут увидеть. Или лекарства не помогли. Мой врач не сделал того, что должен был сделать. Кроме этого, знаете, я не знаю, почему Бог допустил, чтобы это произошло со мной, или... Ну, знаете, возможно. Он просто... Ну, не знаю. Они расстроены. Они рассержены. Они обвиняют всех. И можно заметить определённый подход. Ты только что сказал об этом. Когда сатана приходит, он начинает кормить человека ложью. И люди в этот момент могут сказать, нет, нет, нет. Нет, это неправильно. Сатана, ты лжёшь мне. Убирайся с моего пути. Нет, нет, нет. Ну да, но знаешь, ты на самом деле талантлив. Вы просто начинаете слышать этот голос. И посмотри, если бы ты начал заниматься бизнесом, а не служением, посмотри, чего бы ты мог достичь за это время. И вы открываете ограду. Да. И вы сразу же заметите, что начинаете злиться на людей. Да, и это начинает исходить из ваших уст. Когда это происходит, дьявол развивает бурную деятельность. И прежде всего, он вызывает у вас непрощение, потому что вы злитесь на людей, из-за которых всё это произошло. Но людей, которые получили ваши деньги, и которые не проявляют к вам надлежащего уважения. Злитесь на многих людей. Поймите, именно таким образом дьявол работает и приводит людей к болезням, угнетённости, бедности и бедности. И это описание этого человека. Это описание этого человека, да. 38 лет в таком состоянии. И вот приходит Иисус. Каждый раз, когда я читаю то место, где расслабленный говорит, у меня нет никого. Ну, кто же стоит перед тобой прямо сейчас? Аминь. Иисус, Он, Он тот, кто нужен. Да. Тот, кто нужен. Тот человек, в котором ты нуждаешься, находится рядом с тобой, слава Богу. Но Иисус дал этому человеку какое-то задание. Он не совершил всё сам. И я не думаю, что Бог совершает всё сам. Я считаю, что Он ожидает от нас участия. Мы должны это делать, Менчерт. Нам дан выбор. Без Бога я не могу ничего сделать. Но без меня Он этого не сделает. Мы должны делать то, что мы можем со своей стороны. Мы должны использовать нашу веру. Иисус мог бы повторять, встань, возьми постель свою и ходи. До раннего утра. Но пока этот человек не встал и не взял свою постель и не начал ходить, ничего не произошло. Существует Божественная связь, но мы должны подсоединиться к ней с нашей стороны. Мы должны быть послушны. Иисус отдавал Ему приказание. Он не говорил, пожалуйста, ты не мог бы встать. Он сказал, встань, возьми постель свою и ходи. И здесь наступает такая минута, когда этот человек мог бы поступить по-разному. Он мог бы сказать, ты не мой ангел, ты не опустишь меня в купальню. Нет, нет. Он принял решение поступать согласно тому, что сказал ему Муж Божий. И когда он поступил согласно этому, что-то сверхъестественное неожиданно вошло в его жизнь. Неожиданно он поднялся внутри. И дальше он встал, взял свою постель и понёс её. Пошёл в храм. Потому что он поступил по Слову Божьему. Вот в чём смысл этой передачи помочь вам привести в действие Слово Божье в вашей жизни. Цель не в том, чтобы вы увидели Кеннета и Глорию на телевидении, а в том, чтобы вы могли взять те слова, которые они доносят вам. Потому что эти слова — это сильные, сильные слова. И когда Слово проникает в вас, и когда вы принимаете его, когда вы не отказываетесь от него и говорите, «Это моё, я буду приводить это в действие в моей жизни», тогда вы заметите, что в вашей жизни начинают происходить чудеса. Послужу сейчас людям. Сейчас. Что сдерживало вас 38 лет? Или 3 года, 8 месяцев? Или 38 недель? Или 38 дней? Или сколько бы то ни было. Что выступило против вас? Это страх? Это недостаток? Это разочарование? Это депрессия? Вы разозлились? Это болезнь или немощь? И вы приняли уже все лекарства и всё ещё не выздоровели? Или у вас была операция, и она не исправила то, что нужно было исправить? Или что-либо ещё? В вашей жизни что-то исказилось, и у вас искривлена кость? Или вы совершили что-то неправильное, и никто не знает об этом? Или вы чувствуете, что на вас бремя вины? Что угнетало вас всё это время, и вы ждали, что кто-то придёт и решит проблему? У меня есть новость для вас. Сегодня мы указываем вам на того, кто решит эту проблему. Это Иисус Христос, Сын Живого Бога. Он говорит вам, встань, возьми постель свою и ходи. Займи снова своё место среди людей. И властью имени Иисуса я сейчас молюсь за вас. Я проклинаю эту атаку. И я говорю вам, встаньте в своём духовном человеке. Встаньте, встаньте внутри. Начинайте вставать, двигайтесь и говорите, «Я больше не останусь в этом состоянии. Я изменю это отношение. Я встану. Я встану. Я вернусь к исполнению того, что Бог приказал мне». И эти мечты, видения, которые я считал пропавшими и мёртвыми, снова вернутся к жизни. Я буду послушен Богу могущественное имя Иисуса. И вы увидите, что произойдёт. Вы увидите чудо, которое Бог начинает совершать в вашей жизни. Аминь. Пока ты говорил, я увидел женщину в затемнённой комнате. Она включила телевизор и случайно попала на нашу передачу. И она в отчаянии. Она закрылась это всех. И я слышу слово Господне к вам. Встаньте. Включите свет в этой комнате. Встаньте и осознайте, что вы дитя Божье. Вам совершенно не нужно думать таким образом. С вами не покончено. Вы не сломлены. Вставайте. Идите на кухню и начните готовить ужин. Начните готовить пищу. И мама вернулась. Слава Богу. Объявите это всей своей семье. Мама вернулась. И мы будем двигаться за Богом. Идти за Богом в этом доме. Мы вернёмся на тот уровень, на котором мы были прежде. Мы будем снова ходить в церковь. Мы будем становиться сильнее с каждым днём. И вот что я вам сейчас скажу. Дьявол больше не будет тянуть меня вниз. Я свободная женщина. Я свободный мужчина. И сегодня хожу в силе Божьей. И вы заметите, как дьявол начнёт оставлять ваш дом. Против этого у него нет защиты. Вы заметите, как он оставит вас. Потому что, когда вы противостоите ему подобными словами, которые Кеннад только что произнёс, ему приходится убегать. Это решённый вопрос. Приказание было отдано. Иисус уже сказал в своём слове. Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Нам нужно говорить это. Вам нужно говорить это, и потом действовать согласно этому. Да. Я помню, слышал, как твой отец сказал так. Это оставило неизгладимый след в моей жизни. Он сказал, если вы можете пошевелить только мизинцем, начните шевелить им. Начните шевелить им. Как-то вечером мы были в той комнате для тяжелобольных, которых привозили, чтобы за них помолились. Туда привезли одну девочку. Ей было приблизительно 9 лет. И доска была привязана к инвалидной коляске. Она лежала на той доске, неподвижной. Её положили туда и привязали к доске. И Орл Робертс проповедовал в тот вечер в палатке. И моё задание состояло в том, чтобы кратко изложить то, что он проповедовал. Минут 5, 6 или 7, пока он шёл к этой комнате, в которой находились тяжелобольные. И я сказал это. Упомянул это о мизинце. Потому что именно об этом говорил Орл Робертс в тот вечер. Я сказал, не забудь о своём мизинчике. Тебе нужно пошевелить чем-то. Она могла только вращать своими глазами. И она делала так. Её глаза вращались по кругу, по кругу. Наконец Орл Робертс вошёл в то помещение, и мы возложили руки на некоторых людей. Потом он подошёл к ней и положил на неё руки. Я стоял с одной стороны, он стоял с другой стороны. Её глаза танцевали. Они просто танцевали. И неожиданно она воскликнула. Она закричала, мама, развяжи меня! Я исцелена! Я исцелена! Мама сказала, тише, тише, детка. Нет, мама, развяжи меня сейчас же! Подними меня! Мама развязала её, и она сразу же вскочила с этой доски. То действие, которое она предприняла, перешло на всё её физическое тело. Она бегала по этому помещению, бегала и кричала, я исцелена, я исцелена, я исцелена. Я проповедовал в Денвере. Там в переднем ряду была женщина в инвалидной коляске. Когда я помолился за неё, я сказал, если вы можете шевелить только мизинцем, начинайте делать это. Я уверен, что в аудитории были люди, которые подумали, как жестоко со стороны Ричарда сказать это. Но когда я посмотрел на неё, я заметил, что она шевелит своим мизинцем. Я молился в то время за другого человека и снова посмотрел на неё. Она уже шевелила рукой. Когда я молился за других, посмотрел на неё снова, она делала вот так, она вращала своими руками. Я продолжал молиться за других, а она уже шевелила ногами. Когда я посмотрел на неё в следующий раз, инвалидная коляска была пустая, а она ходила по церкви, исцелённая силой Божьей. И мы с Линдзей наблюдали, как она сама толкала свою коляску на место для парковки. Но что-то происходит, когда вы начинаете двигаться. Невозможно начать без начала. Нужно начать. Нужно начать сначала. Линдзей, я знаю, это правда. Это не происходило со мной, конечно. Но я знаю, что это правда. Когда вы долго пребываете в таком состоянии, и вы не двигались, и у вас появляется тенденция ждать, пока вы не почувствуете, что какая-то могущественная сила делает что-то с вами. Да, но Иисус не говорил об этом. Нет, нет. Это приводит действие веры, слова и действия. Обрати внимание, позже, в 14 стихе, Он сказал, «Ты выздоровел». Он подтвердил, что человек выздоровел. Но далее Он сказал, «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Я видел, как много людей теряли свое исцеление, потому что после того, как они приняли чудо, они возвращались к прежнему мышлению, прежнему образу жизни, который они вели до того. И они не успевали оглянуться, как их исцеление исчезало. И Иисус дает нам всем предупреждение. За все чудеса, которые произошли на этой неделе, нам нужно научиться воздавать Ему благодарение и хвалу, и пристально, честно и объективно смотреть на себя. Как говорил Давид, «Призри на меня, Боже, посмотри, нет ли во мне того, чего не должно быть». Изгоните это и скажите, «Господи, я не буду жить таким образом, я не буду думать таким образом, я не буду выключать свет в моей жизни, нет, я буду жить для тебя, я вернусь в церковь, я вернусь к своей Библии, я буду другом, я буду тем, кто помогает окружающим и моей семье, я буду сеять хорошие семена, и я больше не буду таким, каким я был раньше». Вот о чем говорил Иисус, когда сказал, «Чтобы не случилось с тобой чего хуже». Потому что иногда, когда вы находите человека, потерявшего свое исцеление, ему становится в 10 раз хуже, чем было до того. И это не воля Божья. Да, об этом сказано в Писании. Да. Итак, нам нужно научиться действовать. Иисус ответил Петру, когда тот сказал, «Выйди от меня, ибо я человек грешный». Нет, нет, встань, я сделаю что-то из тебя. Я сделаю что-то из твоей жизни. Я сделаю тебя лоцом человеков. Я хочу быть лоцом человеков. Я хочу, чтобы из меня что-то сделали. Когда что-то происходит со мной, когда я совершаю ошибку, поступаю глупо. Когда у меня проблема, я говорю, «Господь, извини, я каюсь. Я больше не буду так делать. Я отказываюсь от этого». Именно об этом он говорил этому человеку. Пребывать в таком окружении, где люди будут ободрять вас, а не угнетать. Да, вам нужно начать все с чистого листа. Выйдите оттуда. Я не имею в виду. Я просто не... Нет, не начинайте жаловаться. Просто встаньте и выйдите оттуда. Боже мой, Иисус изменяет все в вашем окружении. Не сидите и не следуйте за всем этим. Встаньте и следуйте за Иисусом. И Он покажет вам выход. И семья пойдет за вами, если вы встанете и сделаете это сейчас. Сделайте такое заявление. Но я хочу сказать вам кое-что. Вам нужно пребывать в Слове Божьем. Вам придется прославлять Бога каждый день, как говорил Ричард. Вам придется вставать по утрам. Начинайте прославлять Бога за все то доброе, что у вас есть. Он достоин вашей хвалы больше, чем вы себе представляете. Послушайте. Когда мы молимся, мы входим в Его присутствие. А когда мы прославляем Его, Он входит в наше присутствие. Бог обитает среди хвалы Своего народа. Просыпайтесь по утрам, начинайте прославлять Бога, и, уверяю вас, это сразу же приведет в действие необходимой вещи. Именно так сделали Павел и Сила. Вы скажете, но вы не знаете, через что я прошел. Послушайте. Павла и Силу избили так, что их жизнь держалась на волоске, и они были в тюрьме. И посреди всего этого они начали прославлять Бога. Да, громко. Они не прославляли Бога, потому что они были в тюрьме. Но поскольку они были в тюрьме, они прославляли Бога. И когда они делали это, свершилось чудо. Тюремная камера поколебалась от землетрясения, и тюрьма открылась. И все окончилось тем, что они привели начальника тюрьмы и всю его семью к Господу. Когда вы начинаете прославлять Бога и поклоняться Ему, когда к Богу восходит хвала, стены начинают падать, и чудеса начинают приходить в вашу жизнь. Не обязательно благодарить Бога за ту ситуацию, в которой вы находитесь, но посреди той ситуации вы должны благодарить Бога. И когда вы благодарите Его, и когда вы воздаёте Ему хвалу, вы даёте Ему возможность помочь вам. И он приходит туда. Помочь вам выйти. Да. И ваше отношение меняется. То, как вы думаете, как вы говорите, всё меняется. Совершенно верно. Вот что произошло с Павлом, и Бог нелицеприятен. Если Он может сделать это в жизни Павла, Он может сделать это и в вашей жизни. Знаете, Давид прославлял Бога, как говорят, всеми фибрами своей души. Начните делать это. И вы выйдете на тот уровень, на который сейчас ваше плод не хочет выходить. Она твердит вам, «Ну, я не хочу это делать. Прекрати». Конечно. А слушайте, жертва хвалы, вот о чём мы говорим. Жертва хвалы — это когда вы просто прославляете Бога, потому что Он Бог. И вы прославляете Бога, потому что вы любите Его. И потому что Он любит вас. И вы просто говорите, «Вот, мы будем делать это. Нравится тебе это плоть или нет?» И проявление Божьей силы, как говорит Писание, остановит дьявола. В Писании сказано, «Сделает безмолвным врага и мстители». Наше время подошло к Азоу. Мы с братом Ричардом вернёмся через минуту. Как большинство из вас знает, пятница на передаче «Победоносный голос верующего» — это день пожертвования. И мы снова прочитаем шестую главу послания Галатам. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. «Что посеет человек, то и пожнёт. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнёт тление». Именно об этом мы говорим здесь. И наоборот. «Да, сеющий в дух, от духа пожнёт жизнь вечную» или «Зоэ», «Жизнь Божью». И она связана с исцелением. Она связана с самой жизнью Божьей. Почему же мы сеем? Как уже говорил Ричард, мы с ним оба научились этому от его отца Орла Робертса. Его отец научился от Иисуса. Если вернуться назад, мы увидим, что Иисус принёс Царство Божье. Это включает в себя исцеление, преуспевание, веру, любовь, радость. Всё Царство Божье. Оно подобно тому, как человек сеет семя в землю. Итак, что он говорит здесь, когда кто-то проповедует вам Слово Божье? Неважно как. Через интернет, в вашей церкви, на служении, через книгу. Когда кто-то служит, и вы получаете откровение, вы принимаете Духа Божьего в этом. И вам стоит сделать что-то в ответ. Вам необходимо обратиться к Господу и спросить «Господь, что мне посеять в это служение?» Послушайте меня. Сеяние – это проявление послушания. А послушание больше жертвы. Когда вы сеете в послушании Слово Божьему и в послушании тому, что Господь говорит вам сделать, когда вы сеете и высвобождаете это семя, этот поступок в вашем духе принимает это помазание, принимает это исцеление, принимает этот финансовый прорыв в ту же минуту, потому что именно тогда вы высвободили свою веру. Вы высвободили свою веру в это помазание, исцеление, финансовый прорыв. Спасибо, Отец. Мы молимся, мы соединяем нашу веру со всеми нашими партнерами. Мы соединяем нашу веру с каждым, кто слышит наш голос. Мы просим Тебя открывать им, Господь, каково их участие в этом Слове сегодня. И мы благодарим Тебя за это. И мы высвобождаем нашу веру. Мы высвобождаем нашу хвалу Тебе о помазании умножения и помазании исцеления и освобождении в их жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Ричард? Вот это да. Какая чудесная неделя. Как это было чудесно. Просто превосходно. Если вы пропустили какую-то передачу, найдите ее на нашем сайте в интернете kcm.org.ua и посмотрите ее там. Большие чудесные вещи происходят в Царстве Божьем. Принимайте участие. Узнайте о том, что происходит в нашем служении. Посетите наш сайт. Послушайте, помазание такое сильное. Я не знаю, то ли мне говорить, то ли замолкнуть. До следующих встреч. Это Кеннет и Ричард. Напоминает вам, что Иисус Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова